Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, друзья! Сегодня я с вами почти год прошел, как нахожусь на блошенном рынке в районе парка культуры Мини-Горького, где музей Москвы происходит. И сейчас будем смотреть. Пришла я не очень рано, но и не поздно. И сейчас посмотрим, что же у нас здесь есть интересного. И начну я с бронзы. Европа. Так что смотрите, что вам нравится. А я постараюсь взять визитку, чтобы вы, если что-то понравится, могли увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А тарелочки вот ваши расписные сколько стоят? Например, с ирисами. С ирисами три тысячи. А вот эта ваз замечательная с цветами. Вот красная. Нет, нет. Да. Я в ряде. А чья это вещь? Советская. Не скажу вам, какая фабрика, но это советская. Советская. Шикарная такая. Интересная, действительно. Звонишь, мам. А ботинок я не знаю где-то. Не надо. Сувенирные. А вот, посмотри. Ну, я расскажу, что я здесь. А вы эти куклы сами делаете, да? Это дочка покупала, она специально делала. Это несколько женщин у неё с удовольствием. А. Она у неё специально... Ну, во всяком случае, да. Они современные просто? Нет, нет. Ну, да. Не старенные. Не старенные. Она их купала, но после 20 назад у одной художницы. Понятно. И вот эти, да, тоже? Эти тоже. Вот деревянные. А это делает тоже ручную работу, но другой мастер делает. Они их солдатиками нарезают. Она их покупала по 100 долларов каждый. Красивая. А эти она сейчас продаёт по 1000 долларов. Столку, но она их покупала раньше, по 15 тысяч. А вот эта ваза, эта оранжевая, она сколько стоит у вас? Тысяча. Тысяча рублей. Тысяча. А что это? Это мороз. Ну, такое стекло, называется, мороз. Ну, это тоже современное, да, какое-то? Знаю. Вообще очень красивая ваза. А, просто красивая. По-моему, это просто... Некрасивая. Да, красивая. Сейчас я разберусь, сколько это сделать. Он когда думает проскакивать, моментально, он думает зависает на 20 часа. С сентября месяц, ребят, потому что сейчас не будет. Так, раз, я его с вами угоняю. С утра, я нахер. По-моему, это тысяча 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 рублей писал. Толер-цоли. Как-то, ну, сейчас. Ну, имитация в 16-м году, да. Военное время. Да. Сколько стоит? Это, по-моему, 80-50. А большой? Большая, не меньше 30. Ага. Ой, а скажите, мельница вот эта сколько стоит? Да, мельница 2 тысячи. 2 тысячи. Она старая. Ну, я знаю, у меня... Тридцатые годы. Да. Тридцатые, думаете? Ну, вообще, древолюционные бывают. Нет, это нет. По-моему, древолюционных вороток. Когда я увидела эти пиалы, я не ожидала, что впереди меня ждет интересная история. Ну, давай, не важно, верните, она как-то в клубы переводит. 400 рублей. Да, с вас будет. Вы держите. Сосис. Половничек, да. Что-то вы мне деньги не спешите взять. Сейчас, сейчас. Я просто вам запаковываю. Я же не просто... Вы все помните мои полочки на кухне, на даче. И помните, что у меня там вот такие вот красивые чайнички украшают верхнюю полку. У меня много чего интересного, но вот эти чайники, они мне украшают верхнюю полку, и они мне всегда очень нравились. Вот видите, они тоже, в общем-то, одинаковый цвет, белый с оранжевым, но разные, по-разному сделан рисунок. И что самое интересное, что у них и клеймы разные. Здесь клеймо, видите, две рыбки, а здесь клеймо что-то вот... А здесь уже совсем что-то другое. Неужели разные заводы? Вообще, меня это очень заинтересовало. И я решила посмотреть. А этот чайник мне еще нравится тем, что помимо синего цвета, у него другой цвет, еще листочек отделан золотом. Вот и очень красивый, очень яркий. Я считала, что эта посуда производилась где-то на востоке, в Узбекистане или еще где-то. И после Блашиного рынка, когда купила дополнительно три пиалы, решила проверить, так ли это. Оказалось, к удивлению, что это совсем не так. И сейчас я вам расскажу историю этого завода. Они были сделаны в Первомайском заводе. Я вам сейчас расскажу историю этого завода. Первомайский фарфор. Предприятие производства фарфора в поселке Песочное. И когда мы видим второе клеймо, там П, вот я, это Песочное на Волге, Рыбинского района Ярославской области. Предприятие было основано в 1884 году купцом Никитином, как кирпичный завод. Но через год там было освоено производство фарфоровой и фаянсовой посуды. И предприятие стало называться фабрика фарфоровой и фаянсовой посуды Павла Андреевича Никитина и компании в Рыбинске. Но вот в 1886 году предприятие было продано торговому дому Корякиной и Рахманов. А в 1894 году, это значимый год для этого предприятия, оно оказалось собственности лидера отрасли товарища по производству фарфоровых и фаянсовых изделий Кузнецова. Так что, казалось бы, такой вот простой какой-то заводик, он входил в этот вот конгломерат заводов Кузнецова. К началу XX века завод прекратил выпуск фаянсовых изделий и сконцентрировался на производстве фарфоров. В основном чайные кофейные сервизы, декоративные вазы и восточный товар, наборы для плова, пиалы, чайники, блюда. Восточный ассортимент составлял аж 70% продукции, и из них даже 13% шло на экспорт. Ну, также изготавливали статуэтки, использовалась ручная роспись продукции. Вообще, меня это безумно поразило, потому что я не ожидала, что в таком месте, как Рыбинск, вдруг посуда будет отправляться специально на восток и продаваться там. Вот это вот меня очень удивило. Я была уверена, что производство и сделано где-то на востоке. С появлением художественного цеха ПФЗ сделал серьезный рывок вперед. В его ассортименте появились уникальные изделия, выполненные такими знаменитыми художниками и скульпторами того времени, как Араевский, Леонтьевы, Губанов, Шестопалов и другие. В коллекции 1937 года есть оригинальные авторские композиции, на которых изображены девушки за чтением газеты, юный добровольец на боевом посту, играющие дети. В послевоенные годы коллектив завода порадовал ценителей фарфоровой пластики героев героями из произведений русских классиков и сказочных персонажей. Иванушка-дурачок, царевна и яблочко, мачеха с волшебным зеркальцем и другие герои, выполненные очень реалистично и выразительно. В цветах преобладало сочетание белого, красного и золотого. А ближе к Олимпиаде в ассортименте появились фигурки спортсменов. Люди их полюбили и с удовольствием покупали. Советский период в истории завода это моментальный отклик на значимые события, происходившие в стране. Тематика изделий разнообразна. Охватывает будни, праздники, рабочий класс, пейзажи и многое другое. Фарфоровые стутетки и декоративная посуда ПФЗ не раз получала престижные премии и награды на международных выставках. В 21 век Первомайский завод вошел с оборотом 11 миллионов рублей и почти 70% его продукции экспортировалось в ближнее зарубежье. В 2010 году на предприятии еще работало около 400 человек и около 70% продукции продолжали идти на экспорт в Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан. Но весной 2012 года производство на Первомайском фарфоровом заводе было прекращено, а зимой 2013 предприятие официально было признанным банкротом и с тех пор изделия уже там не делались и не продавались. И это очень-очень печально, потому что на самом деле это очень красивые были изделия, яркие, но просто с необыкновенным рисунком. И я, честно говоря, даже и купила бы сейчас эти изделия, но вот покупаю на блошином рынке, Вот и подошел к концу мой рассказ. Я очень рада, что вы были со мной. Надеюсь, вам было интересно. А в следующий раз вы увидите продолжение моего похода на блошинный рынок, интересные встречи, которые там произошли и другие покупки, которые я там приобрела. Итак, до свидания. Хорошего дня, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова